Эта история Леонида Млечина для тех, кому небезразлично наше прошлое. Кадры решают все, говорил товарищ Сталин. Но как они решают, добавлял мой любимый начальник Виталий Никитич Игнатенко. Некоторые кадровые решения имеют невероятные драматические последствия. В результате решений, принятых некогда главным кадровиком страны, страна перестала существовать. Но, разумеется, тогда главный кадровик государства и предположить не мог, чем все завершится. Я имею в виду Егора Кузьмича Легачева, который был когда-то главным советским кадровиком и который счастливо встречает свой столетний юбилей. Это он приметил в далеком Свердловске Борис Николаевича Ельцина, способствовал его карьере. А потом рассорился с ним, и Борис Николаевич Ельцин превратился в лидера оппозиции. А закончилось это тем, что в конце года будем отмечать уже 29-ю годовщину распада Советского Союза. Такой Егор Кузьмич Легачев, наверное, молодые зрители уже не знают этого имени, которое когда-то гремело. Он входил в число тех, кто определял судьбу нашей страны. Егор Кузьмич очень необычный человек. Хотя карьера его начиналась самым обычным образом. Он пошел по комсомольской линии и в Новосибирске. Долго еще вспоминали такого молодого, зажигающего окружающих секретаря обкома комсомола. Он секретарил в Новосибирске, потом его приметили в партийном аппарате, перевели на партийную работу. И заметили его уже в Москве. И перевели в Москву, в центральный аппарат. В СК КПСС он был заместителем заведующего отдела пропаганды и агитации. Это высокая номенклатурная должность с большой перспективой. Но это было при Хрущеве. А при Леонида Ильича Брежнева отправили первым секретарем Томского обкома. И пробыл он там все брежневские годы. С 65 по 83. И он развернулся в Томск. И он ощущал себя хозяином города и области в прямом и в переносном смысле. И его помощник, который с ним работал, многие годы говорил, что вот я представляю себе Егора Кузьмича, как он вечером после трудового дня стоит у окна, смотрит на город и думает удовлетворенно, что вот осень наступила, но урожай собран, в овощохранилищах полный запас, город готов к зиме. Я сделал все, что мог для города. У него было ощущение, что он хозяин, он рачительно относился к своему хозяйству, но и держал свое хозяйство в ежовых рукавицах. На него обратил внимание Юрий Владимирович Андропов, когда стал после смерти Леонида Ильича Брежнева генеральным секретарем ЦК КПСС и перевел в Москву. Сам Егор Кузьмич с удовольствием вспоминал этот день. Он приехал в Москву на совещание, а остановился на квартире сына, который давно жил в Москве. Вдруг вечером звонок секретарь ЦК КПСС Михаил Сергеевич Горбачев. «Егор, сдавай билет, ты завтра нужен на Старой площади». Ну, Егор Кузьмич сдал билет, пришел на Старую площадь к Михаилу Сергеевичу Горбачеву, и тут сказал, Юрий Владимирович Андропов хочет поставить тебя во главе отдела организационно-партийной работы. Отдел Оргпартработ – это был главный кадровый отдел. Поскольку ни одно крупное назначение в стране, что в Москве, что очень далеко, на самых окраинах государства, ничто не принималось без партийного аппарата, то в отделе организационно-партийной работы и свершался это таинство. Сотрудники этого отдела подбирали кандидатов на высокие должности, а потом заведующий отдел, аж с кипой папочек, направлялся к генеральному секретарю, раскладывал на столе кадровый пациент и говорил, что на эту должность есть такие-то кандидаты. Причем речь шла как там от союзных министров, так и о первых секретарях обкомов, и о крайкомов и ЦК национальных республик, то есть главный кадровик страны. Горбачев привел Егора Кузьмича к Андропу, Андропов сказал, что вот есть такое к вам предложение, как вы, Егор Кузьмич согласился с удовольствием и начал работать в ту же минуту, потому что для него работа была главным существом жизни. Он вошел в историю своей фразы «Чертовски хочется поработать», но он абсолютно не преувеличил, он действительно был человеком, который совершенно не терпел бездель, и который безумно хотел сработать. И на этой должности Егор Кузьмич развернулся. Во-первых, он начал большую чистку аппарата. Дело в том, что Леонид Ильич Брежнев, когда стал хозяином страны, изменил кадровую политику. Его предшественник Никита Сергеевич Ходжов бесконечно тасовал кадры, бесконечно менял людей, бесконечно доснимал-то назначал и настроил против себя весь аппарат. Леонид Ильич взял совершенно другую тактику на вооружение. Если первый секретарь обкома или крайком не доставлял неприятности, он мог сидеть там столько, сколько его природы отпущено. Вот как сам Егор Кузьмич просидел в 65-м по 83-й год в кресле первого секретаря обкома. Но дело стояло в том, что Леонид Ильич в 64-м, 65-м, 66-м назначал достаточно молодых людей, а лет через 18-20 они уже были далеко не юными джентльменами. Егор Кузьмич стал их всех менять. Причем он вел себя совершенно не так, как привыкли в партийном аппарате. Это знаменитая история. Он проехал по нескольким украинским областям, а когда вернулся, ему щиры. Украинцы прислали подарки. Как он сам говорил, огромный сундук с разного рода подарками. Но обычное дело в ту пору. Одни хорошие люди делают подарок другим хорошим людям, одни начальники делают приятно другим начальникам. Но Егор Кузьмич поступил так, как этого никто не ожидал. Вместо того, чтобы распаковать подарки и порадовать семью, он вызвал своих помощников со Старой площади. Они составили перечень подарков, упаковали все назад в сундук и отправили в паспредство Украины в Москве. Об этом стало известно Юрию Владимировичу Андропову. Для Андропова это имело большое значение. Он не только убедился в таком абсолютном бескорыстии своего главного кадровика, но Юрий Владимирович Андропов не очень любил руководителя Советской Украины, члена Политбюро Владимира Васильевича Щербицкого. Почему? Потому что Щербицкий был другом Брежнева и был на очень высоком счету, был очень влиятельным членом Политбюро. За ним стояла большая республика, большое количество первых секретарей украинских обкомов голосовали на пленумах ЦК. Это была серьезная сила. И всем было известно, что Леонид Ильич Брежнев в последние годы предлагал Щербицку стать председателем Совета Министров СССР. Должность с перспективой. Игорь Владимирович запомнил, что Щербицкий, в общем, возможный конкурент. Поэтому очень порадовала резкая реакция Лигачева. А Лигачев снял трубку аппарата Международной правительственной связи, ВОЧ-связи, позвонил Щербицку и сказал ему, Владимир Владимирович, вы меня очень обидели. Щербицкий понять не мог, что произошло. В поспредстве здесь украинского и Москве вообще смеялись. Ну, наверное, Лигачев старовер от горилки отказался. Как он мог от горилки отказаться? Только постепенно до Щербицкого дошло, что дело очень серьезное. Потому что Лигачев потребовал провести расследование. Выяснилось, что существует такой склад подарков для московских начальников. Лигачев потребовал его уничтожить и проверил, убедился в том, что да, больше такого склада не существует. А для всего партийного аппарата стало ясно, что Щербицкий больше не в части. Лигачев сыграл немалую роль в том сложном периоде, когда после смерти Константина Устиновича Черненко власть переходила Михаила Сергеевича Горбачева. Это не было простым делом. Дело в том, что когда Леонид Ильич Брежнев ушел в мир иной, всем было ясно, что наследником станет Юрий Владимирович Андропов, потому что он был признанным вторым человеком в партии. Когда Юрий Владимирович Андропов уходил в мир иной, тоже всем было ясно, что его сменит Константин Устинович Черненко, потому что последние месяцы Андропов в своей жизни провел в больнице, и уже все рычаги власти были у Константина Устиновича Черненко в руках. Ясно, что он станет наследником. А когда умер Константин Устинович, вовсе не очевидно было, что ему наследует Михаил Сергеевич Горбачев. Он был слишком молод, он еще не так давно находился в Москве, не обзавелся своей базой поддержки. И вовсе не все рычаги власти находились у него в руках, потому что некоторые старшие члены Политберева его не любили. Поэтому имела значение позиция главного кадровика. Дело в том, что решение об избрании генерального секретаря принималось на пленами ЦК. Члены ЦК – это в основном первые секретари обкома. Все они слетелись в Москву, и каждый из них прошел через кабинет Легачева. И каждый из них услышал, что, ну, разумеется, генеральным секретарем должен стать Михаил Сергеевич Горбачев. И он встал. Он тут же сделал Легачеву членом Политбюро, и Егор Кузьмич занял кабинет номер два. Дело в том, что высшее руководство партии сидело в втором подъезде известного здания на Старой площади. Первый подъезд был парадный для иностранных гостей, а они сидели во втором. В первом подъезде на пятом этаже было два кабинета. Один из них занимал генеральный секретарь, а второй – тот человек, который занимал пост второго секретаря. Формально такой должности никогда не существовало. Но такой человек был, скажем, при Брежневе, это был Михаил Андреевич Суслов. Так вот, Егор Кузьмич Легачев расположился в кресле второго человека в стране. Он председательствовал на заседаниях секретариата ЦК, где принимали все кадровые решения, а в отсутствие Михаила Сергеевича, который уезжал куда-то по стране или в заграничной командировке, председательствовал на заседаниях Политбюро, где принимали все важнейшие политические решения. Егор Кузьмич, как я понимаю, и видел такое распределение обязанностей. Михаил Сергеевич – высшая власть, он принимает стратегические решения, определяет общую идеологию, занимается внешней политикой, а всю конкретную жизнь страны определяет Егор Кузьмич, он принимает повседневные текущие решения. Так ему это рисовалось. Вот Егор Кузьмич в том числе решил судьбу Свердловского первого секретаря Бориса Николаевича Ельцина. На самом деле перевести Ельцина в Москву хотел еще Андропов, но не успел. И Михаилу Сергеевичу как бы кандидатура Ельцина досталась на следствие. Он отправил в Свердловск Лигачев, сказал, поезжай, посмотри, прими решение. Лигачев приехал, посмотрел и принял решение, позвонил по ВЧ. Михаил Сергеевич сказал, наш человек, надо переводить. И выступил на заседании секретаря ЦЦК, когда Борис Николаевич и Ельцина утверждали заведующим отделом строительства ЦК КПСС. И он же, Егор Кузьмич, принял деятельное участие в том, чтобы Бориса Николаевича поставили на очень важную должность первого секретаря столичного горкома. А перед этим Егор Кузьмич сыграл немаловажную роль в том, чтобы прежний хозяин Москвы ушел, и в том, чтобы были подорваны его позиции. Дело в том, что очень долго Москвой руководил Виктор Васильевич Гришин, который нравился Брежневу, и который делал все, чтобы Москва не доставляла Леониду еще никаких неприятностей. Как это делалось? Это делалось таким образом, чтобы никогда в прессе не появлялось ни одного критического замечания о Москве. Но я это хорошо помню, потому что мой отец тогда работал в литературной газете, и помню какой-то был материал, подготовленный большой, на полосу, критической по поводу Москвы. И отец рассказывает, вечером пришел с работы, говорит, утром звонит по вертушке Гришин, говорит, это Гришин, у вас готовится такой-то материал, не надо его печатать. Ну, с членами Политбюро в ту пору конфликтовать и дискутировать никто не решался. И Виктор Васильевич делал так, что Москва превращалась в образцовый коммунистический город. И поговариваю, что Виктору Васильевичу были большие амбиции, и что он сам нацелился на кресло генерального секретаря. А чем мне нравился, естественно, Юру Владимировичу Андропу, Михаилу Сергеевичу Горбачеву. И инструментом сокрушения репутации первого старя Московского горкома сделали Егора Кузьмича Легачу. Тогда при Брежневом было запрещено работникам ЦК КПСС звонить в московские райкомы и давать указания. Но для Егора Кузьмича никаких ограничений не было. Он приехал в Киевский район, устроил разгон. Первый секретарь Киевского райкома побежал к Гришину и стал рассказывать. Дальше началась атака на московские недостатки. А их было множество. Репутация Виктора Васильевича Гришина рухнула. Его заменили. И хозяином Москвы стал Борис Николаевич Ельцин. С помощью Егора Кузьмича Легачева. И, наверное, Егор Кузьмич полагал, что Борис Николаевич, ну уж как минимум знак благодарности, будет в его команде, будет с ним сотрудничать, будет к нему прислушиваться, будет иметь в виду чего Егор Кузьмич желает. А Борис Николаевич был человеком, который сам хотел быть первым, хотел играть главную скрипку. И очень быстро они схлестнулись. Егор Кузьмич безапелляционно давал указания, а Борис Николаевич исполнять их не хотел, обижал, стал жаловаться. Горбачев закончился, это известно чем. На пленуме ЦК Борис Николаевич выступил, пожаловался на Легачева. Легачев ему ответил, Михаил Сергеевич счел такую дискуссию немыслимым, мятеж такой не признал. И Борис Николаевич Ельцин лишился своей высокой должности, оказался в опале. Для него это было колоссальным ударом, который он переживал очень болезненно. А потом превратился он в лидера оппозиции, который противостоял не только Егору Кузьмичу Легачеву, а уже и Горбачеву, и вообще на всему партийному аппарату. То есть Михаил Сергеевич в этом конфликте поддержал Легачева. Но Михаил Сергеевич обратил внимание на то, что в руках у Егора Кузьмича оказалось слишком много власти, он ей пользуется. Это была всегда проблема для генеральных секретарей. С одной стороны, крайне нужен второй человек, на который можно перевалить всю текучку, на все неприятные повседневные дела. А с другой стороны, чем больше ты на него переваливаешь дел, тем больше у него власти. А это уже не очень нравится. Леонид Ильич Брежнев, непревзойденный мастер, такого рода интриг всегда держал двух человек на этой позиции, которые, в общем, между собой не очень ладили. Сначала это был Суслов и Кириленко, которые по очереди вели секретариат ЦК и отменяли решение друг друга. Но потом это был Андропов и Черненко. И Леонид Ильича это крайне устраивало. А Михаил Сергеевич обнаружил, что у него один человек, который в руках держит весь аппарат. И Михаил Сергеевич стал постепенно власть эту Егора Кузьмича забирать. Радикальным решением было решение о том, что секретариат ЦК, который всю свою историю заседал раз в неделю и по вторникам, а иногда два раза в неделю, еще и по четвергам перед заседанием Политбюро, будет отныне собираться не раз в неделю, а раз в две недели. И это сразу показало, что Михаил Сергеевич власть у секретариата забирает. И он постепенно это и сделал в реальности. Кроме того, они разошлись с Легачевым и по стратегическим вопросам. Егор Кузьмич был человеком крайне консервативных взглядов. Я помню, на журнале «Новое время», где я работал, опубликовали кучу интересную, яркую статью блистательного журналиста Александра Евгеньевича Боина. Тут же Егор Кузьмич вызвал нашего главного редактора, Виталия Никитича Гнатенко, к себе и сказал, кто вам разрешен? Да за такую статью вас снять надо! Егор Кузьмич Легачев поддержал знаменитое письмо «Не могу поступиться» принца Победины Андреевой, Ленинградки, она недавно ушла в мир иной, которая была опубликована на полосу в газете «Советская Россия». Михаил Сергеевич тогда находился в командировке. Егор Кузьмич остался на хозяйстве. И он встал на совещание и говорит, какое правильное письмо, надо прислушаться. И первые секретари стали тоже цитировать это письмо и ссылаться, ну, как на директивный документ, в местных органах печати стали его перепечатывать. А тут Михаил Сергеевич прочитал и сказал, что это антиперестроечный манифест. И, вернувшись в Москву, на политбюро разнес этот манифест. И тех, кто его поддержал. Егор Кузьмич просто не знал, как ему быть. Постепенно их пути разошлись. Егор Кузьмич лишился власти. Не хотел уходить, а власть ему действительно хотела сработать. Но был такой момент, когда выбирали не только генерального секретаря, но и ввели должность заместителя генерального секретаря. Егор Кузьмич выставил свою кандидатуру, но проголосовали за Ивашко с Украины. Егор Кузьмич постепенно утратил власть. Но самое паразитное происходило с ним уже после того, как он утратил власть и перестал существовать Советский Союз. Он оказался на положении простого пенсионера. Я очень много времени провел в беседах с бывшими политическими руководителями. С людьми, которые некогда занимали высокие должности, а потом их утратили. Почти все они не могли пережить этой трагедии. Они мыслями вновь и вновь возвращались к этим дням, когда они утратили власть и положение. И все время думали о том, а что надо было сделать, чтобы сохранить это все. И невыносимо было все. И потеря власти, и утрата работы, и утрата атрибутов высокой жизни. Там машина, охрана, там спецтелефоны и так далее. Внимание, заинтересованные глаза, помощники готовы исполнить любое указание. И Егор Кузьмич совершенно этого не переживал. Его это совершенно не беспокоило. Он себя чувствовал уверенно и спокойно. Я помню, я в 90-е годы работал в газете «Известия», а жил на улице «Справда». Все надо мной смеялись. И вот я с улицы «Справда» пешком ходил на Пушкинскую площадь, и возле Белорусской вижу, из метро выходит Егор Кузьмич Легачев. Недавний член Политбюро, недавний секретарь ЦК с портфельчиком и бодро идет, совершенно спокойно, нисколько не волнуясь по тому поводу, что больше не в ЗИЛ ездит с охраны, а идет пешком. Он хорошо в редакцию газеты «Правда». Он продолжал действовать в коммунистическом движении, совершенно не изменил свои взгляды. Был даже избран депутатом Государственной Думы от родного Томска, как старейший депутат высказывался, открывал сессию Государственной Думы. С удовольствием и средством беседу. Помню, с этим была очень большая беседа. Среди прочего, меня интересовал вопрос, почему он поддержал антиалкогольную кампанию, если помните, Михаил Сергеевич Горбачев или Гачев проводили такую очень ударную антиалкогольную кампанию. Она стала вызывать потом, вызывает сейчас и насмешки, и раздражения, и считает, что они не правы. Я спросил Горбачева, почему он этим занялся. Он стал смеяться и стал рассказывать, что вот все про меня говорят, что я старовер, что религиозный человек, поэтому я был против алкоголя. Да ничего, я не религиозный человек, сказал мне Горбачев. Я исходил из практических побуждений. Но если партийный работник, вот секретарь райкома выпивает, то ведь он и кадровое решение принимает за выпивку, и каким образом? В пользу собутыльника. Кроме того, кто из начальников пьет на свои? А это с чистой водой коррупция, это с чистой воды вред, с этим надо бороться. Поэтому, говорит он, я и поддержал антиалкогольную кампанию. Я должен сказать, что я абсолютно на стороне в этом смысле Егора Кузьмича Легачева, и не разделяю на смешек над стремлением сократить потребление алкоголя в стране, потому что когда ты смотришь на статистические данные, то в те годы уменьшил смертность, увеличилась рождаемость, люди стали жить дольше и меньше умирать. Это имело колоссальное значение для нашей страны. Другое дело, что, как все кампании, она проводилась топорно, поэтому привела к таким последствиям. Но самое поразительное, если говорить о Егоре Кузьмиче, состоит в отчестве. Я знаю об этом из первых рук. В 1997 году у Егора Кузьмича после долгой болезни умерла жена, это был тяжелый удар, и его старые знакомые, и дети его старых знакомых, сибиряки, которые к тому времени занялись бизнесом и преуспели, решили собрать денег, чтобы он мог жить спокойно, не страдая на пенсии. Собрали приличную сумму, около 20 тысяч долларов. Это и сейчас очень немаленькие деньги, а тогда в 90-е огромные. Собрали эту сумму и привезли ему, и вручили. И как вы думаете, что он сделал с этими деньгами? Как распорядился этой суммой? Он их сдал в партийную кассу, получил расписку, привез и показал своим друзьям, что он сделал с деньгами. Эта история потрясла их, но я думаю, что, возможно, им было жалко, что мы с их деньгами поступили так. А меня провело колоссальное впечатление. На фоне невероятной алчности сильных мира сего, я был потрясен этим абсолютным бескорыстием. А я иногда думаю, вот о чем. А если бы Егор Кузьмич не стал бы тогда ссориться с Борисом Николаевичем? Ну, был бы к нему как-то помягче, снисходительный, не ругал бы его, не распекал бы, наоборот, дружил бы с ним. Как бы тогда сложилась судьба страны? Ну, возможно, вполне, что Борис Николаевич Ельцин и дальше рос бы по партии на государственной линии, вовсе не стал бы лидером оппозиции. И Советский Союз тогда продолжал бы существовать. Сейчас на стене у меня висел бы портрет генерального секретаря и президента Михаила Сергеевича Горбачева. Я тоже, бог здоровья, не обидел. А вице-президентом был бы у него или Егор Кузьмич Легачев, или Борис Николаевич Ельцин. Что, такое вполне могло бы? Поэтому пожелаем Егору Кузьмичу крепкого здоровья. Поздравим его со столетним юбилеем. А мы с вами впредь будем заинтересованно изучать биографии людей, которые сыграли такую важную роль в истории нашей страны. Ну, чтобы не пропустить, ставьте лайки под этим видео. Подписывайтесь на мой канал в YouTube. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok